МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Юрган Крик, криминал и комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе. Перебежал дорогу. Ударный темперамент американского внедорожника. Задержались в гостях. Криминальные посиделки в день рождения. Ловли на живца. Элитная мебель обнищавших заемщиков. В Сыктывкаре 14-летний житель местечка-лесозавод совершил дерзкое преступление. Затащил в лесополосу и изнасиловал сверстницу. Уголовное дело возбудили 10 июня по изъявлению матери потерпевшей. Оказалось, сам инцидент случился несколькими днями ранее, но школьница боялась признаться. Девочка приехала в чужой для себя микрорайон погулять с друзьями. По стечении обстоятельств она ненадолго осталась одна. К ней подошел, ну, ранее, так скажем, знакомый парень. Предложил ей прогуляться. Она, в свою очередь, отказалась с ним куда-либо идти. После чего он схватил ее, закинул, так скажем, на плечо и, соответственно, понес к месту совершения в отношении преступления. При этом несколько раз он останавливается, видимо, для того, чтобы передохнуть. И, ну, грубо говоря, в эти моменты он держал ее так же за руки, чтобы она не могла никуда убежать и так далее. По словам девочки, подросток затащил ее в кусты возле свалки ЛДК и там надругался. Задержанный юноша, которого по решению суда вместо СИЗО на время следствия поместили под домашний арест, свою вину признал полностью. Правда, заявлял, что девочка добровольно пошла с ним гулять на свалку. И уже там он напал на нее. Во-вторых, школьник почему-то был уверен, что нравится девочке, хотя никаких знаков внимания или симпатии она ему не оказывала. За несдержанность тинейджеру грозит до 10 лет лишения свободы. В Сыктывкаре водитель внедорожника снес столб уличного освещения. ЧП произошло 13 июня около 5 утра, неподалеку от столичного пивзавода. Двигаясь по Октябрьскому проспекту, со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Печорской не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на столб. В данном дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. От госпитализации водитель отказался. Внедорожник буквально подмял под себя бетонную преграду. Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, водитель Форда серьезно не пострадал. Вероятно, его спасли пристегнутый ремень и подушки безопасности. Выяснилось, гонщик управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь нарушителю предстоит возместить причиненный ущерб за поваленный столб линии электропередач, а также лишиться прав управления на пару лет. Обвинение в четырех преступлениях. Такой нерадостный подарок получил после дня рождения 27-летний сыктывкарец. Житель местечка Дырнос, некий Константин, пригласил в гости троих девушек. Насильно их удерживал, а затем даже избил. Такова официальная позиция следствия. Мать фигуранта уверяет, у сына была по-настоящему веская причина не отпускать пьяных девиц. Версии сторон изучил Константин Куратов. Анна Петровна, мать обвиняемого, до сих пор не понимает, с чего вдруг к ее сыну у полиции такие претензии. В конце октября прошлого года Константин отмечал свой день рождения в кафе с друзьями. Домой вернулся под вечер в компании троих 18-летних девушек. Гостей он расположил в своей комнате. Пили шампанское, водку и слушали музыку. Все было нормально, пока хозяин не заметил пропажу пачки денег, недавно полученные зарплаты. Посидели, и здесь у них спор. Ну, это, Костя говорит, извините, пожалуйста, я вас угощал, с кафе приехал. И как, вот тут у меня тут же обули с этими деньгами, да? Он говорит, верните мне деньги по-хорошему. А они кому-то на номер позвонили и сказали, подъезжайте, а откуда знаем, кто приехал? Полиция или, может, подставные люди какие-то, правильно? Вот, а когда участковый приехал, уже это, Костя вышел. Версия о краже, по словам силовиков, появилась у обвиняемого уже во время следствия. По словам потерпевших, в тот вечер молодой человек не предъявлял никаких претензий по поводу денег. Когда девушки засобирались домой, он закрыл дверь на ключ, преградил им путь и сказал, что он отпустит их только, когда сам этого захочет. Девушки всячески пытались, уговаривали его, чтобы он открыл дверь. То есть уговаривали его родственников, которые находились также в этой квартире, чтобы они открыли дверь, чтобы они их выпустили. Однако данные уговоры никак не поддавались. Соответственно, девушки попытались через окно покинуть данную квартиру. Когда пытались открыть окно, разбили стекло. У мужчины, который их удерживал, то есть ему данное поведение девушек не понравилось, он стал наносить им телесные повреждения. По данным силовиков, две девушки отделались небольшими побоями, а вот их подруге досталось крепко. Несколько ударов руками, ногами, а затем еще монитором компьютера. Все это по голове. Гости смогли выбраться из злополучной квартиры только через 4 часа. Причем после долгих переговоров хозяина с сотрудниками полиции, которым он никак не хотел открывать дверь. По факту незаконного лишения свободы в столичном отделе следственного комитета возбудили уголовное дело. Сейчас оно передано в городской суд. Если Константина признают виновным, ударное празднование дня рождения может обойтись ему слишком дорого. До пяти лет колонии. Столичные полицейские разыскивают двух неизвестных молодых людей, которые похитили деньги с банковской карты одного из рассеянных сыктывкарцев. В начале июня с заявлением в полицию обратился 23-летний молодой человек. Он рассказал, электронный кошелек утерял накануне вечером. Позже на сотовый телефон ему пришло СМС-сообщение. С банковского счета были сняты все деньги. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что денежные средства были обналичены в одном из магазинов, расположенных на территории сыктывкара. Просмотрев запись видеонаблюдения, полицейские составили субъективный портрет двух мужчин, расплатившихся за спиртные напитки, используя банковскую карту потерпевшего. Действия двоих злоумышленников дознаватели квалифицировали по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемых сейчас разыскивают. Их приметы. Обоим на вид 20-25 лет среднего телосложения. У первого темные волосы, носил солнцезащитные очки, был одет в черный спортивный костюм Adidas с белыми полосками, темную обувь. Второй был одет в темные шорты, черную олимпику с широкой серой полосой на груди, белую кепку с черным козырьком. При себе также имел солнцезащитные очки. Всех, кому что-либо известно об этих молодых людях, стражи порядка просят звонить в столичное управление полиции. В Прилузском районе заканчивается расследование обстоятельства смерти пожилого жителя села Ношуль Валерия Попова. 12 апреля сельчанина с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в местную райбольницу. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось. Репортаж Анастасии Татар. О том, что этот молодой сельчанин станет виновником смерти человека, в местечке Чекша села Ношуль, никто и предположить не мог. По словам местного участкового, проблем полиции тот не создавал. Спиртным не злоупотреблял, всегда вел себя спокойно. Сейчас его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели хозяина этого дома Валерия Попова. 11 апреля к несовершеннолетнему сыну Валерия пришли приятели. Сначала они расположились в одной из комнат, затем перешли в другую и стали смотреть по ноутбуку фильм. На диване лежал пьяный хозяин дома Валерий. Увидев парней, мужчина стал ругаться. В связи с тем, что сын никуда не выходит, является инвалидом, друзья к нему все время приходили. Отец тоже нигде не работал у него, все время тоже употреблял спиртные напитки. Получается, слово за слово. Отец погибший друзей выгоняет. Получается, в состоянии алкогольного пенения ругается на них. Говорит, что почему вы здесь каждый день собираетесь. Вот один из друзей, получается, рассердился в тот день и нанес повреждения металлической трости по голове. По словам парней, когда они через полчаса стали расходиться, хозяин дома чувствовал себя нормально. Шутил и даже улыбался. Жена Татьяна вернулась домой и обнаружила мужа, лежащего на полу. На диване был. Я его нашла после дивана. Лежать, как он лежал. То есть, скоро его вызвали? Да, я его вызвала. Но он без сознания был, помнит. Через пять дней Валерий скончался в реанимации, не приходя в сознание. Парня, нанесшего удары тростью, задержали. Он настаивал на своей невиновности. Тут была такая позиция, что вот я случайно не хотел, играющий нанесли телесное повреждение. То есть, такого, что он осознавал причинение смерти. То есть, не предполагал, что причинение его телесное повреждение может погибнуть человек. Сейчас Андрей арестован. Несмотря на отсутствие судимости, ему грозит реальное лишение свободы. А вот Татьяна, несмотря на сожаление по поводу нелепой смерти супруга, наконец-то вздохнула с облегчением. Ведь никакой помощи семье от безработного мужа-алкоголика все равно не было. В Иркуте состоялось выездное заседание Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Руководители различных структур поделились положительным опытом профилактики подростковой преступности. Из-за полярия репортаж Северина Арпе. Еще недавно воркутинцы были шокированы тремя страшными преступлениями. Бабушка заморозила на балконе новорожденную внучку. Дочь подросток заказала убийство матери. А 22-летняя женщина топором разрубила 8-месячного сына. Однако не эти ужасные истории стали предметом разговора выездной Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. Местные чиновники и специалисты от образования пытались убедить столичных ревизоров. В городе налажена четкая система раннего выявления неблагополучных семей. Наша работа начинается с выявления беременных, которые имеют признаки неблагополучия. А затем к этой работе присоединяется Центр социальной помощи семьи и детям, у которых есть ряд творческих и оригинальных разработок, которые дают хорошие положительные результаты. И они не стоят на месте, они снова разрабатывают. Однако проведенные накануне заседания рейды явно подпортили эту идиллию. К примеру, половину проверенных неблагополучных семей поселка Северный повторно взяли на спецучет. Вот в половине случаев это были семьи, которые уже ранее в отношении детей были лишены родительских прав. Дети находятся в интернатных учреждениях. Затем горе-мамы рожают новых, скажем так, детей. И уже в отношении этих детей комиссия по делам несовершеннолетних, иные заинтересованные субъекты системы профилактики решают вопрос об отобрании. В работе с правонарушителями тоже не все гладко. Лишь каждый пятый трудный подросток четко представлял, как проведет летние каникулы. Ну и как у тебя успехи, Саша? Да, нормально. Саша, вот закончишь экзамен до 18 июня, чем будешь потом заниматься? На отпуск планируюсь ездить к бабушке. С родителями? Да, с родителями. Руководитель воркутинского подразделения по делам несовершеннолетних заверил, в городе созданы все условия для летней занятости проблемных подростков. Им как бы предоставлено приоритетное направление устройства, как в детские оздоровительные лагеря, которые выезжают за пределы города Воркуты, так и в городской лагерь дневного пребывания Заполярье, а также на все трудовые бригады, которые работают при образовательных учреждениях. Здесь только должно быть желание со стороны родителей и детей. Подучетные подростки – редкие гости в кружках и секциях, зато они активно посещают ночные клубы. Купить спиртное в магазинах для молодежи не проблема. На это жаловались горожане во время прямой телефонной линии. Не лучше обстоят дела и с профилактикой пьянства. По мнению столичных проверяющих, здесь явно недорабатывают образовательные учреждения, которые не ставят малолетних любителей горячительного на внутришкольный учет. Хотя, как известно, каждое пятое преступление подростки совершают в алкогольном дурмане. И как результат, и сотрудники полиции, и сотрудники территориальной комиссии по делам несовершеннолетних не располагают какой-либо компрометирующей информацией об условиях жизни и воспитании ребенка, совершившего уже право нарушения, либо преступления. А следовательно, нет возможности спрофилактировать склонность ученика к правонарушениям уже на раннем этапе. Вносить свою лепту в борьбу с детским пьянством должны врачи-наркологи. Но они редко встречаются с подростками, а тем более ставят на учет. По статистике, число детей, задержанных за употребление алкоголя, в республике выросло. Но лишь каждый шестой попал на прием к специалисту. А в Воркуте и вовсе ни одного. Вот и получается, положительный опыт есть, только результаты его применения пока оставляют желать лучшего. Судебные приставы Сыктывкара арестовали мебель и всю электронную технику семьи, которая задолжала четырем разным банкам более 8 миллионов рублей. Отдавать эти деньги добровольно супруги не собирались. Уверяли, ни наличности, ни движимого имущества в счет погашения кредитов у них просто нет. Приставы проверили должников и убедились в обратном. Антон Булаев подробнее. В начале июня судебным приставам поступило анонимное сообщение. Одна из должниц продает принадлежащий кожаный угловой диван за 120 тысяч рублей. Эту информацию стражи порядка проверили. Она подтвердилась. В частный коттедж, где планировалась сделка с потенциальной покупательницей, внезапно нагрянули служители Фемиды. Документы, будьте готовы? Паспорт? Нет. Мне только права с собой. Будьте довольны. Что вы хотите? Вы в курсе, что в отношении вас в отделе судебных приставов ведется сводное исполнительное производство о взыскании денежных средств на сумму свыше миллиона рублей? Появление людей в форме шокировало Сыктывкарца. Он явно не ожидал такого развития событий. Через некоторое время мужчина заявил, мебель ему не принадлежит. Продать диван его попросила дочь. Имущество, которое вот это стоит, она сказала, что это у подруги. И все. У подруги продают. Таким образом просим вас предоставить документы, подтверждающие факт того, что имущество принадлежит третьим лицам. Я предоставить не могу, так как у меня документов нет. Таким образом мы... Потому что меня только... Я бы меня попросили... Хорошо, я понимаю. Эти доводы приставов не убедили. На диван, а также на всю бытовую технику в особняке силовики наложили арест. Наша уважаемая должница не представит доказательств того, что данное имущество принадлежит третьим лицам. Если не будет этих документов, подтверждающих, да, и в судебном порядке в течение 10 дней это имущество не будет исключено из актова всей ареста имущества, тогда это имущество будет подвергнуто оценке. Мужчина признался. Он сам стал жертвой обмана со стороны бывшей супруги. Несколько лет назад жена набрала кредитов в четырех разных банках. И теперь половину долга он обязан погашать за нее. У меня долга нет, я был поручителем. И все. Поручителем по кредиту? По кредиту был поручителем. И получилось так, что бывшая просто кинула и все. То есть поручителем были вы у бывшей супруги? Да. А долг какой он составлял? Долг, все исполнительные листы где-то на сумму где-то 4 900 рублей. По словам судебных приставов, в ближайшее время все конфискованное имущество оценят и передадут для дальнейшей продажи с молотка. Полученные средства пойдут на погашение кредитов недобросовестных заемщиков. Самих должников такая перспектива не радует. Они уверены, вырученных на аукционе денег вряд ли хватит, чтобы рассчитаться хотя бы за половину долга. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. В четверг вы увидите другие чрезвычайные происшествия региона. Через пару минут информационный обзор дня в программе «Время новостей». Берегите себя и своих близких.